Ну, любую книжку, конечно, можно прочитать и с начала до конца, а можно с конца до начала. Мне кажется, если надо сделать, так сказать, это бесполезно. Это то, что сейчас происходит в голове вот этих вот украфашистов, это такой замес, в общем-то. Это и есть реальный фашизм. Понимаете, вот, к сожалению, фашизм все-таки их победил. Вот, а то, что сделали мы, то есть любого, знаете, в любой системе координат, если тебе надо, то ты освободителя назовешь захватчиком, а захватчика освободителем. Это как хочешь, так и крутить. Самое главное, что у них-то в голове при этом ничего нет. У них есть только захватчики, они-то сами кто? Вы сами-то определите, вы кто такие? Вы что умеете делать? Потому что нация определяется тем, что она, допустим, ну, грубо говоря, Грузия – это виноградники, это вина, там, да, а Армения – это кирпичи-булыжники, там, Болгария – это мрамор, там, еще что-то, да, Урал, там, регион. Каждый регион чем-то таким славится. Это есть вот тот кирпич, который ты закладываешь в экономический базис мировой, да. А вы-то что, кто все? Кроме того, что вы вопите о том, что вы кричите, гав-гав-гав, все не так, завтра по-другому, одни лозунги вешаете, другие. И больше, чтобы вы себя ничего не представляете, вас либо можно захватывать, либо вас иметь, либо, так сказать, освобождать. А получается, вы сами, как воины и как представители нации – никто. Потому что, если вы позволяете о себе рассуждать, вот, нас оккупировали, потом нас освободили, когда-то вы кричали, что вас освободили, сейчас вы кричите, что вас оккупировали. Сами-то вы кто при этом? Вы кого-нибудь победили в этой жизни? Завоевали? Или, наоборот, освободили? Спасибо.